Здравствуйте! В прямом эфире РТС новости. У россиян началась сокращенная рабочая неделя, а в Хакасии вторые сутки бушует непогода. Об этом и не только. Расскажу вам я, Иван Тинников, и мои коллеги. Смотрите сегодня в выпуске. В столице Хакасии устраняют последствия мощного урагана. Поломанные деревья, разбитые машины, оборванные провода. Ущерб огромный. Вся вода уходит в подвал. Наш дом скоро смоет. Вся вода идет от почты и к нам в подвалы. Глава Хакасии Валентин Коновалов сегодня проголосовал за поправки в Конституцию и выразил свое мнение по этому поводу. Мы все понимаем, что это историческое событие, крайне важное для нашей страны. И, конечно, долг каждого гражданина выразить свою волю об оправке. Для выпускников Хакасии начинается горячая пора. С 3 июля стартуют единые госэкзамены, которые пройдут в особом формате. Ключевая перемена – рассадка школьников в аудитории. Если раньше экзамен одновременно в кабинете писали 15 человек, то теперь только 8. Социальная дистанция между партами – минимум полтора метра. В столице Хакасии устраняют последствия непогоды. Мощный ураган обрушился на Абакан накануне. Поломанные деревья, разбитые машины, оборванные провода. Ущерб огромный. Не обошлось и без пострадавших. В зоне отдыха деревом придавило человека. С подробностями Ольга Барловская. Гром и молнии в столице республики. Буря с ураганным ветром, мощным ливнем и градом наделал обед. С утра в городе стояла жара. Многие люди гуляли на свежем воздухе, когда резко налетел шторм. Зону отдыха придавило деревом отдыхающего. 32-летний мужчина находился напротив пляжа в состоянии алкогольного опьянения. Он получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб ноги. Спасатели пляжа оказали ему первую помощь. Пострадавшего увезли в больницу. В городе ветер повалил много деревьев. Несколько машин разбито. В районе базы «Контакт» утонул автомобиль такси. На нескольких улицах оборваны электропровода. На строительной площадке по Богдана Хмельницкого упал башенный кран. На Лермонтово снесло остановку. На Хакаское с торгового центра сорвало шифер. На улице Кирова снесло балкон. Металлическая конструкция рухнула на тротуар. Дороги оказались под водой. Затопило целые перекрестки. В доме Кошурникова 5 просел асфальт. И вся вода хлынула в подвал многоэтажки. Вся вода уходит в подвал. Наш дом скоро смоет. Вся вода идет от почты и к нам в подвалы. Не повезло и жителям дома Щетинкина 42 залила один из подъездов. Вода потоком хлынула прямо с крыши. Пострадали и подъезды других домов. Где-то разбило окна. А вот в одном из дворов детвора даже устроила заплыв в образовавшейся луже. Коммунальщики продолжают устранять последствия. Убирают деревья, обломки крыш, откачивают воду. Электроснабжение восстановили быстро. Тем временем на сегодня синоптики снова прогнозируют по Хакасии сильный ветер и грозы. Возможен град. Специалисты призывают жителей республики соблюдать правила личной безопасности. Ольга Барловская, РТС. Тем временем сотрудники Минстроя оценивают последствия урагана Бабакани. Инспекторы регионального департамента жилищного надзора выезжают на места происшествий для обследования и предварительной проверки поврежденных объектов. Если многоквартирный дом пострадал от непогоды, протекает кровля, произошел потоп в подъезде или около него, оторвались балконные ограждения, горожанам нужно обратиться в управляющую компанию. Или позвонить на горячую линию Минстроя Хакасии по телефону, который вы видите на экране. Не ураган, так возгорание. За минувшие выходные в Хакасии бушевало 10 пожаров. В субботу огнеборцы потушили грузовик и погрузчик. Причиной пожара стал поджог. В воскресенье горели дачный дом, надворные постройки, баня, времянка, жилой дом, гаражный бокс и спортзал, торгово-складские помещения. Подробнее об этих и других происшествиях в нашем традиционном обзоре. На Ташибинских дачах в Абакане из-за молнии загорелся дом. Хозяйка вовремя заметила огонь и справилась с ним самостоятельно. Серьезный пожар случился в Усть-Абакане. Горело здание политехнического колледжа. Огнеборцы тушили спортзал и крышу гаражного бокса, в котором находилось 6 грузовых машин. Половину из них эвакуировали. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Причину пожара предстоит установить дознавателям МЧС. В Усть-Абакане в результате ДТП травмирован юный велосипедист. По предварительным данным, 9-летний мальчик ехал на велосипеде вдоль дома номер 1 по улице Гидролизная. Поздно заметил выезжающий со двора автомобиль, не успел затормозить и врезался уже в стоящую машину. Ребенок получил ушибы из ссадины лица, рук и ног. Верховный суд Хакаси вынес приговор двум жителям Черногорска. Они признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц. Напомним, летом прошлого года подсудимые в состоянии алкогольного опьянения нанесли множественные удары по голове 44-летнему мужчине. От полученных травм он скончался. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 11 лет в колонии строгого режима. А также штраф в 600 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил. В районе залива Знаменский Баградского района спасатели обнаружили тело женщины 85-го года рождения. Она пропала 27 июня. Тело передано сотрудникам МВД. Все подробности устанавливаются. Авария в поселке Майна за рулем иномарки находилась девушка. Ее водительский стаж – год. Она не справилась с управлением и врезалась в заборное ограждение. Обошлось без пострадавших. Продолжаем выпуск. Для россиян началась сокращенная рабочая неделя. Это связано с тем, что 1 июля пройдет основное голосование по поправкам в Конституцию. И этот день объявлен нерабочим. В Роструде напомнили, что те, кто будет работать 1 июля, получат зарплату в двойном размере. В этот день на оплату труда работников по нормам федерального законодательства распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату в праздничные дни. Добавлю, что согласно указу президента, основной день голосования – 1 июля. Но в связи с коронавирусной инфекцией избирательные комиссии работают с 25 июня. Так что голосовать можно в течение целой недели. В Хакасии идет пятый день досрочного голосования по поправкам в Конституцию. Всего по России отмечают в ЦИК. Участие в голосовании принял фактически каждый третий избиратель. Сделать свой выбор можно не только на участках, но и на придомовой территории. Это удобно прежде всего для тех, кто не может посетить избирательный участок. С подробностями Мария Мишнина. Улица Чкалова. Во дворе одного из домов заметный шатер. Вот так члены участковой избирательной комиссии номер 33 организовали место для голосования на открытом воздухе. Вокруг шатра полиция и общественные наблюдатели. Мы посетили два двора. Это Чкалова 21 и Хакасская 52. Сейчас мы находимся на Чкалово 19, 15 и 17. Люди все идут с очень позитивным настроением. Всего за пару часов на этом участке проголосовало больше 70 человек. Это очень хороший показатель, говорят представители избиркома. Среди голосующих есть люди среднего возраста, молодежь. Но самые активные, конечно же, пенсионеры. Меня интересует судьба нашей страны. Во-первых, дети волнуют нас. А тут многое сказано про детей. Для них площадки будут спортивные, открытые. Для них все будет предоставлено. Это очень хорошо. У меня внуки. Самое главное, чтобы у нас было, лечили, а не куда-то за границу ехали. Конституция, которая была принята раньше, это 1993 год, по-моему. В ней не записаны многие-многие пункты. В частности, что касается меня, так это индексация пенсии. Больше всего меня больше этот вопрос, больше всего интересует, конечно, и все остальные важные вопросы. Но как это можно не прийти голосовать? Я удивляюсь, честное слово. Как можно не прийти голосовать за свои права, за свою жизнь? На каждом участке, неважно в помещении он или на открытом воздухе, соблюдены все меры безопасности, разработанные Роспотребнадзором. У нас предусмотрены средства защиты органов дыхания и кожи. У нас выдаются перчатки, маски, используются одноразовые ручки. Ну, как правило, все идут, наоборот, в приподнятом настроении. Все довольны тем, что о них заботятся, что и руки им дезинфицируют. Напомним, досрочное голосование проводится с 25 по 30 июля включительно. Мария Мишнина, Александр Сердюк, РТС. Долг каждого гражданина выразить свою волю по поправкам. Так глава Хакасии высказался о голосовании по изменению Конституции страны. Свою гражданскую инициативу Валентин Коновалов проявил сегодня на избирательном участке, который находится в Абаканской школе номер 12. Глава региона на место прибыл ровно в полдень. Как и все участники голосования, он прошел необходимую процедуру профилактики распространения коронавируса. Члены избирательной комиссии измерили ему температуру тела, обработали руки антисептиком, предоставили новую ручку. О своем отношении к голосованию, а также предпринимаемым мерам безопасности Валентин Коновалов рассказал журналистам на выходе с избирательного участка. Изменение Конституции – это то событие, которое в жизни страны происходит не так часто. Мы все понимаем, что это историческое событие, крайне важное для нашей страны. И, конечно, долг каждого гражданина выразить свою волю по поправкам. Как мне показалось, безопасность в принципе абсолютная. Конечно, какие-то риски есть всегда, но вы и когда в магазин идете, есть риски. В данном ситуации, мне кажется, безопаснее сходить и проголосовать, чем сходить за продуктами в магазин. Потому что все четко, все отработано, дезинфекция полная. Где-то даже безопасность выше, чем нужно. Поэтому, отвечая на вас вопрос, да, безопасно. И я думаю, что каждый может найти полчаса времени, чтобы исполнить свой гражданский долг и проголосовать. В Хакасии по числу проголосовавших, Черногорск в числе лидеров. На выходных явка превысила 22%. Эдуард Иванов спросил у горожан, какие из поправок вызвали наибольший интерес. Черногорской избирательной системе помогает без преувеличения вся общественность города. С призывом проголосовать обращаются не только лидеры общественного мнения, но и председатели домовых и уличных комитетов. Как итог, большинство черногорцев предпочитают голосовать у себя во дворе. Задача местного избиркома – обеспечить всем необходимым, включая средства защиты. Вы знаете, мы уже проголосовали, во дворе у нас приезжали. По поправкам относимся вместе с мужем очень хорошо. И вообще мне все поправки нравятся. Особенно нравится, чтобы за границей не имели, чтобы пенсия, насчет детей. Вот это очень хорошие поправки, вот правда хорошие. Голосовать я пошла, потому что, думаю, мнение каждого человека нужно учитывать. И чем больше люди проголосуют, тем больше яснее будет картина. Ну, решение голосовать я принял. То, что, ну, как голосовать всегда надо. Свой голос отдавать, но не зря голос наделенный. Ну, поправки – это, вот, хорошая поправка, то, что, если являешься гражданином своей страны, значит, имеешь право занимать руководящие должности, чтобы счет у тебя, если есть, то был в России, а не за границей. Насчет пенсии, насчет учеников, детей, чтобы было все благополучно в стране. Я проголосовала уже еще четыре дня назад, только в первый день. И поправки мне все нравятся. Я как пенсионерка, мне нравится, что наша пенсия будет фиксирована. Ну, и медицина, и вообще нравится. Мне все поправки, как говорится, по душе. Все правильно сделано. В самое нужное время вышли поправки в эти наш, как говорится, президент Владимир Владимирович Путин. Так что меня все устраивает. Мы, как положено, проголосуем. Все будет хорошо. 137 групп одновременно по городу проводят подворовое голосование. И люди идут, буквально из дома вышел, проголосовал. Все меры предосторожности предусматриваются. Ну, на данный момент у нас уже проголосовало более 20% избирателей. Я считаю, это неплохо. Ну, многие говорят, придут 1-го числа. 1-го числа придут, это очень хорошо. Эдуард Иванов, Руслан Шалгинов, РТС. Предполагаемые поправки и в основополагающий документ страны обсуждают во всех уголках России. Хакассия далеко не исключение. Сегодня свою позицию о том, почему изменения важны, высказал в том числе депутат Совета депутатов Таштыбского района Александр Миягашев. Внесение изменений в Конституцию Российской Федерации очень важны. Принимая эти поправки, мы голосуем за стабильность и развитие нашей страны. Хотел бы выделить некоторые поправки. Это сохранение природного богатства, а также хотел бы выделить социальные гарантии. Очень важно, это касается индексации пенсии не реже одного раза в год. Также гарантируется адресная социальная поддержка граждан. Считаю, что все поправки ожидаемы, запрос в обществе на эти поправки есть. Больше 100 тысяч жителей Хакассии уже проголосовали по поправкам в Конституцию. Мероприятие беспрецедентное. Жители России могут сделать свой выбор в течение нескольких дней. Причем некоторые даже не выходя из квартиры. Ольга Барловская продолжит тему. В Хакассии общероссийское голосование проходит спокойно, без нарушений. Из-за непогоды некоторые участки на время оставались без света и связи. Но все неполадки оперативно устранены, сообщают в избиркоме республики. Две трети проголосовавших предпочли сделать свой выбор во дворах. Разворачиваем паспорт, где фамилия, фотография. С 4 до 9 часов вечера для удобства избирателей организовано так называемое придомовое голосование. Это мобильные участки с переносными урнами. Придомовые места голосования образовываться будут сегодня и завтра еще будет день работать. Первого числа комиссии будут работать строго в участковых избирательных комиссиях и по заявкам будут выезжать домой. Люди могут проголосовать и на дому. Для этого нужно обратиться в свою участковую избирательную комиссию. Заявление принимают до 17 часов 1 июля. И тогда на дом приедут члены избиркома с пакетом для голосования. Правда, некоторых насторожил вид членов избиркома в защитных костюмах. Даже пошли слухи, что ходят врачи и принудительно вакцинируют людей. В избирательной комиссии Хакассии необычный вид своих представителей объясняют мерами предосторожности. Костюмы, перчатки, маски и экраны в период пандемии обязательны. Поэтому не надо бояться. Членов комиссии от врачей отличают ящик для голосования. У них всегда с собой ящик для голосования. С 25 июня полноценно работают участковые комиссии. Ежедневно по 1 июля включительно с 8 до 20 часов жители республики могут проголосовать в помещении своего избирательного участка. А те, кто до 21 июня подавал заявление о голосовании по месту нахождения, могут сегодня прийти на любой удобный участок в любом регионе. Ольга Барловская, Александр Сердюк, РТС. Из ЗАГСа на участок. Жители Хакассии после торжественной регистрации сразу же поехали голосовать по поправкам в Конституцию страны. Объясняют о тем, что им не безразлично будущее их семьи и детей. Они знают друг друга порядка 10 лет. Наталья училась с сестрой Дениса в медицинском. Периодически виделись. Потом во встречах был перерыв. А не так давно молодые люди снова встретились и по-настоящему влюбились. Объявляю вас с мужем и женой под общей фамилией супруги Тёркины. Это был вожданный момент, который я ждал всю жизнь. И вот нашел с кем своего попутчика по жизни. Любимый. А я просто счастлива. Ну что я могу сейчас сказать? Я с ним счастлива. Сразу после регистрации молодожены решили уехать в Шира. Денис оттуда родом. А вот у Натальи абаканская прописка. До 1 июля в город не вернуться. Поэтому решили проявить ответственность и выразить свое мнение по поправкам в Конституцию. На участках все как и положено. За безопасностью следит полиция. Члены избирательной комиссии обеспечены индивидуальными средствами защиты. На входе обязательное измерение температуры. Молодоженам выдали маски и ручку. Я сама работаю в больнице. Я каждый день прохожу эту процедуру измерения температуры. Дважды при входе и при выходе. И я считаю, что это правильно. Так как меры предосторожности важны для всех без исключения. Есть поправка, которая касается детей. Дети для нас это святое. Мы теперь собираемся заводить детей. Поэтому, конечно, это очень важно. Только от нашего выбора зависит судьба нашей страны. Денис тоже решил не оставаться в стороне и пообещал обязательно сделать свой выбор. Но в родном поселке Шира в день общенародного голосования 1 июля. Мария Мишнина, Александр Сердюк, РТС. Оперативная информация по коронавирусу. За последние сутки в республике выявлено 32 новых случая заражения COVID-19. 15 пациентов поступили с признаками ОРВИ. 16 случаев это служебные и семейные контакты. Один пациент выявлен в результате планового осмотра медперсонала. Отмечу, что всего в регионе зафиксировано 1844 случая заражения коронавирусом. 46 человек в тяжелом состоянии. Пятеро на искусственной вентиляции легких. Более 1200 жителей Хакасии успешно справились с болезнью и вылечились. Хакасия продолжает бой с коронавирусной инфекцией. На сегодняшнем оперативном штабе глава региона Валентин Коновалов обсудил со специалистами текущие проблемы и пути их решения. Другой немаловажной темой стала подготовка к предстоящему туристическому сезону. С подробностями Оскар Артамонов. Согласно данным регионального Роспотребнадзора, в Хакасии по-прежнему лидируют семейные очаги заражения. На их долю приходится 45%. Треть случаев приходится на производственные очаги. В то же время специалисты отмечают одну обнадеживающую тенденцию. У нас появляются люди, имеющие иммунитет к этой инфекции. Если вы помните, мы начинали с 0,6% защищенности. Сейчас это 2,6%. Более тысячи человек уже обследовано. Но, конечно, до наших заветных 60% защищенности населения еще очень далеко. На пути сдерживания коронавирусной атаки сегодня стоят сотни бойцов. Это не только врачи, но и социальные работники, сотрудники правоохранительных и надзорных органов. Минюст Хакасии проводит регулярные проверки заведений общепита, торговли, спортивных клубов и других организаций, которым разрешили работу при соблюдении строгих санитарно-эпидемиологических правил. Выявлены нарушения на 42 объектах. С владельцами проведена профилактическая беседа. Их ожидает повторная проверка. Такая работа приобретает особое значение в свете приближающегося туристического сезона. Тем более, что сейчас паспорта готовности активно коллективным средствами размещения формируются. Очень много у нас звонков. Многие хотели бы обратить внимание, что я членов оперативного штата. То есть туризм, по сути дела, не остановлен. Особенно тот, что на личном транспорте, он так и будет нарастать. Поэтому я прошу вернуться к вопросу об открытии туристического сезона. С 1 июля, конечно, не удастся нам уже это сделать. Но мы специально запустили процесс по паспортам и готовность. Чтобы уже сейчас мы могли, так сказать, отрасль привести в соответствие с требованиями. И я надеюсь, что до середины июля она у нас в том или ином виде все-таки заработает. Напомним, в Хакасии продолжает действовать режим повышенной готовности. А вот продлевать его или снимать будет решаться завтра. Оскар Артемонов, Станислав Колченаев, РТС. Кстати, малому бизнесу предоставят субсидии на проведение профилактических и дезинфицирующих мероприятий. Правительство России выделит на эти цели 20 миллиардов рублей из резервного фонда. Воспользоваться финансовой поддержкой можно с 15 июля. Субсидии будут предоставлены тем организациям, деятельность которых предполагает тесный и длительный контакт персонала и посетителей. Это физкультурно-оздоровительная сфера, гостиничный бизнес, кафе и рестораны, бытовые услуги, такие как ремонт, химчистка, парикмахерские и салоны красоты. Для получения субсидии необходимо направить заявление в электронной форме в налоговый орган либо через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля до 15 августа текущего года. Генеральная репетиция. Уже на этой неделе выпускники республиканских школ сдадут первый единый госэкзамен. Пока будущие абитуриенты штудируют учебники и конспекты, педагоги проверяют, все ли готово с технической стороны. Как в этом году пройдет ЕГЭ, сегодня увидела Юлия Свинцова. Экзаменационный марафон для школьников в этом году стартует значительно позже обычного, с 3 июля. Из-за пандемии у ребят на подготовку появился лишний месяц. Волнуются сейчас не только школьники с родителями, но и учителя. Важно, чтобы экзамены прошли без технических помарок. В классах уже все готово. На доске у нас изображен регистрационный бланк. Мы заполняем его вместе с ребятами. Он нужен для того, чтобы никто не ошибся, потому что экзамен – это все-таки очень волнительное мероприятие. Несмотря на то, что все ребята уже умеют заполнять бланки, но для подстраховки в каждом кабинете у нас на доске вот именно такой регистрационный бланк. Привычной линейки перед экзаменами не будет. Вместо этого у ребят проверят документы, а заодно и температуру – обязательное требование Роспотребнадзора. Все члены комиссии будут в перчатках и масках. В 10 часов утра, когда школьники сядут за парты, специалистам передадут запакованный диск с заданиями. Конверт вскроют на месте и тут же распечатают нужное количество экзаменационных бланков. Главное изменение этого года – даже не маски и перчатки. Детям на ЕГЭ они не понадобятся. Ключевая перемена – рассадка школьников в аудитории. Если раньше экзамен одновременно в кабинете писали 15 человек, то теперь только 8. Социальная дистанция между партами – минимум полтора метра. Сегодня у педагогов генеральный прогон репетируют даже мелочи, вплоть до сканирования документов и бланков. На счету каждый лист. Весь путь экзаменационных пакетов под контролем большого брата. Бланк регистрации. В данном случае у нас их два. Бланки ответов номер один. Проверяем заполненные, чтобы все были поля. Их два. Бланков ответов номер два. Они идут друг за дружкой один, два. И к ним третий. Проверяем правильность заполнения номеров. В данном случае все верно. И передаем бланки на сканирование техническому специалисту. На этом этапе правильность написанного не проверяют. Только внешнее оформление. Чтобы никто не помог школьникам, следят беспристрастные камеры наблюдения. Проникнуть в классы не смогут ни шпаргалки, ни вирусы. В каждой аудитории тоже во всех пунктах у нас размещены приборы для обеззараживания воздуха в присутствии детей. Это дезары. Конечно, будут у нас общественные наблюдатели в каждом пункте проведения экзаменов. Но не в аудиториях. Они будут находиться на входе в пункт проведения экзаменов непосредственно в коридоре и осуществлять онлайн наблюдение. Всего в республике подготовлено 20 пунктов проведения ЕГЭ. А это 201 аудитория. Сдавать экзамены планируют около 2000 выпускников. В эту пятницу, 3 июля, ребята напишут географию, литературу, информатику. Последний экзамен «Иностранный язык» запланирован на 23 июля. Юлия Свинцова, Александр Сердюк, РТС. Хорошая новость для любителей спорта. В Абакане возобновляют работу бассейны. С 5 июля ждет посетителей спорткомплекса «Абакан». Сейчас там ведутся подготовительные работы. Специалисты берут пробы воды, обследуют дно бассейна. Отмечается, что для посещения необходима предварительная запись по телефону. Кроме того, с 25 июля двери распахнет физкультурно-оздоровительный комплекс «Тип-Си». В региональном министерстве спорта подчеркивают, что загрузка всех объектов составит не более 25% от единовременной пропускной способности спортсооружения. Уходящий июнь запомнился жителям Хакасии, да и всей страны непредсказуемой погодой, которая была богата на различные климатические сюрпризы. Впрочем, и наступающий июль обещает быть не менее удивительным. В первой декаде июля в Хакасии ожидается по-настоящему летний зной до плюс 30 градусов. Вот только надолго жара в регионе не задержится. Уже во второй половине месяца синоптики прогнозируют сильные дожди с грозами, холодные ветра с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха тоже будет колебаться от 10 до 27 градусов выше нуля. Специалисты гидромедцентра отмечают, что неустойчивая погода будет не только в Хакасии, но и во всей Сибири. Это были все новости. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok